Добрый вечер. На часах 20.30. Время новостей на телеканале НЕСЕЙ в студии Ксении Митрофановой. Вначале коротко главной темы выпуска. Губернатор Виктор Толоконский подписал план мероприятий по развитию сотрудничества с Белоруссией. В каких сферах укрепится взаимодействие республики и края? В 2016 году импорт из Белоруссии в Красноярский край возрос почти на 20%. Это в основном дорожная техника, специальная техника, это автобусы. Красноярские синоптики опубликовали предварительный прогноз на июль. Стоит ли ждать в середине лета такой же жары, как в июне? До конца текущей недели у нас все-таки температура воздуха будет примерно на 1-2 градуса нижней нормы. Разработчики проекта обновленного Красноярского цирка представили свои первые предложения руководителю Росгосцирка и главе Красноярска. Какие замечания они высказали? Интересная работа, много началось подумать, размышлять, поспорить, подоказывать. В Красноярске прошел точный экзамен. Это проект телеканала «Энисей», в ходе которого все желающие могли проверить свои знания по математике. Какие задачи решали и много ли отличников? Математика – это царица всех наук. И я, как по образованию инженера, в этом уверен. Считаю абсолютно так. Сотрудничество между Красноярским краем и Республикой Беларусь выйдет на новый уровень. В Москве в рамках форума регионов России и Беларуси губернатор Виктор Толоконский и заместитель премьер-министра этой республики Владимир Семашко подписали соглашение о совместной работе сразу по нескольким направлениям. С подробностями Анна Московских. Четвертый форум регионов России и Беларуси проходил под эгидой Совета Федерации. Открыло пленарное заседание председатель Верхней Палаты Парламента нашей страны Валентина Матвиенко. Она поблагодарила участников за стремление укреплять сотрудничество. Губернатор Виктор Толоконский и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко подписали план мероприятий по развитию сотрудничества на ближайшие три года. Документ предполагает активное взаимодействие в сферах торговли, образования, культуры и многих других, а также совместное участие в научно-практической деятельности. Также на форуме работала выставка машиностроительных предприятий Беларуси. Здесь представлены македы экскаваторов и самосвалов, а также настоящие трактора, автобусы и другая техника. Тяжелые машины расходятся по всем регионам России. Ценят их и в нашем крае. В 2016 году импорт из Беларуси в Красноярский край возрос почти на 20%. Это в основном дорожная техника, специальная техника. Это автобусы. Мы регулярно покупаем в Минске автобусы. Притом сейчас тоже так с позитивом обсуждали, что и в прошлом, и в этом году автобусы в Минске приобретаются в Норильск. Это за полярным кругом. Это очень суровые климатические условия. Также Виктор Толоконский отметил, что перспектив для развития очень много. Будущее за наукой, технологиями, инновационными разработками и образованием. Именно на эти сферы будет делаться упор. Анна Московских, новости. Красноярские синоптики опубликовали предварительный прогноз на июль. По их данным, погода в столице края ближайших районов в середине лета будет переменчивой. В первой половине месяца обещают всего от 18 до 25 градусов тепла. В третьей декаде, скорее всего, жара вернется и снова будет до плюс 30. Но ненадолго. К началу августа зной опять спадет. До 20-х чисел почти ежедневно будет идти кратковременный дождь. Но осадков по итогам месяца ожидаются в пределах нормы. Сегодня же синоптики сообщили, что вторая половина июня стала самой жаркой за всю историю медианаблюдений в крае. Температура воздуха была на 3-5 градусов выше обычной. Даже на таймыре столбик термометров поднимались до отметки 30 градусов, а в Увинке до 35. Такой аномальной жары на остаток лета синоптики уже не обещают. До конца текущей недели у нас все-таки температура воздуха будет примерно на 1-2 градуса нижней нормой. Ну, это незначительная, но тем не менее. Осадки ожидаются у нас в виде кратковременных дождей и груз в большинстве дней. Это недели наиболее интенсивные, это 5-6. Сегодня в Красноярске на улице 9 мая произошел порыв теплотрассы. Поток воды из люков залил дорогу на 2 квартала в сторону микрорайона Солнечный. В некоторых местах глубина составляла порядка 30 сантиметров. Пешеходам приходилось переходить проезжую часть по колено в воде. Из-за потопа на 9 мая в обе стороны образовался затор. В сибирской генерирующей компании рассказали, что причиной порыва стали гидравлические испытания, во время которых в трубах специально повышают давление, чтобы найти слабые места. При этом используется теплая вода, температура которой 35-40 градусов. Течь была выявлена в результате гидравлических испытаний, которые с сегодняшнего дня и по 13 июня проводятся в зоне действия, в зоне обслуживания Красноярской ТЭЦ-3. Собственно говоря, гидравлические испытания — это проверка сетевых коммуникаций на прочность. И эта процедура является обязательной при подготовке к отопительному сезону, поскольку это дает нам возможность как раз выявить слабые места, чтобы порывы уже не случались в ходе отопительного сезона. Представлен предварительный проект реконструкции Красноярского цирка. Все подробности далее. Монолитхолдинг представляет новый революционный проект. «Экорайон. Живем». «Живем» — это свежий воздух. Дома в четыре этажа. И город близко. Что-нибудь еще? Да. Большой выбор квартир. По очень-очень выкатным ценам. От 39 тысяч за квадратный метр. Новый «Экорайон. Живем». Саша, это шо? Ух ты, сколько денег на черепицу спалили. Шо это? Красота. Черепица «Андулин». Центр изоляции 2906-901. Все виды лазерной коррекции зрения. Только в глазном центре на Никитина 1В. Включая новейшую технологию «Смайл». Цена 12 тысяч рублей. Московская ярмарка «Верхние одежды». Только в июле честная скидка 30%. На все. Торопитесь. Магазин «Ермак», «Матросово-18» и торговый комплекс «Авиатор» на «Авиаторов-5». Когда смеситель меняли? Да уж. Ровно три года. Ха. Надо менять. Любая сантехника долго не служит. Это прослужит. Водолеи брали. Спорим? Я подожду. Спорим? Жди. Даже не протекает. А давай еще на раковину-то спорим. Как раз до пенсии ты досидишь. Крым и дорожники приступили к ремонту трехкилометрового участка трассы Красноярск-Енисейск. Работы ведутся на средства, выделенные по федеральной программе безопасной и качественной дороги. В районе поселка Таскино уже приведен в порядок почти километровый отрезок магистрали. Здесь уложили новый асфальт и установили предупреждающие знаки. Скоро на трассу нанесут разметку и сделают ограждение. За качеством покрытия следят специалисты краевого управления автодорог. Для этого они вырубают небольшие образцы, которые потом исследуют в лаборатории. Этим летом планируется отремонтировать еще несколько участков дорог. Если говорить совсем о общих объемах финансирования, то в текущем году по краю это около 2 миллиардов рублей совместно с городскими объектами. Большая часть этих объемов выполняется именно в городе Красноярске. За пределами города это такие направления, как Красноярск-Енисейск, дорога на Сухобузима, Красноярск-Железногорск, Красноярск-Кузнецово-Зыково. Разработчики проекта обновленного Красноярского цирка представили свои первые предложения руководителю федеральной компании Росгосцирк Дмитрию Иванову и мэру Эдхаму Акбулатову. Идеи касаются и того, как будет выглядеть цирк внешне и как он изменится изнутри. Подробности знает Анна Московских. Красноярский цирк – один из знаковых объектов города. Уже почти полвека он радует взрослых и детей яркими представлениями. Но нужно смотреть правде в глаза, а здание давно устарело как морально, так и физически. Над тем, чтобы для жителей и гостей Красноярска визит в цирк был праздником, а артисты, в том числе хвостатые и усатые, чувствовали себя комфортно, трудились многие люди. Интересная работа. Много началось подумать, размышлять, поспорить, подоказывать. Но это капитальный ремонт, то есть это все-таки не реконструкция. И здание, естественно, меняется. То, что касается инженерной системы, практически все меняется. Почему? Потому что те, которые в системе были, они либо уже давно не работают, либо они не соответствуют действующим нормам. В проекте предусмотрены все нюансы. Удобное расположение технических помещений и развлекательной зоны, размещение светового и звукового оборудования. Особое внимание к созданию безбарьерной среды. Маломобильные жители должны иметь возможность с комфортом посещать цирк. Глава Красноярска Эдхам Акбулатов отметил, мэрия готовится приобрести специально оборудованные автомобили. Мы можем здесь совместно обсудить этот вопрос дирекции цирка, для того, чтобы привести дополнительно такое оборудование, чтобы человек по нашей совместной программе получал услугу в комплекте. Его доставили на автомобиле специально. Там есть оборудование, которое из лифта позволяет ему подняться. Да, это займет какое-то время, но во всяком случае мы сможем доставить его в амфитеатр. Отдельно обсудили, каким должен быть облик цирка. Генеральный директор Росгосцирка Дмитрий Иванов высказал ряд предложений и особо отметил, что переступая порог, гости должны попадать в атмосферу праздника. Именно от этого нужно отталкиваться дизайнерам. Сам ремонт планируется начать осенью, а завершить в начале 2019-го. В Росгосцирке уже продумывают особую программу, которую представят на открытии обновленного цирка. Есть, конечно, планы у нас. Если вы знаете, более 5000 человек работают в компании, 1600 животных самых разных видов. Есть несколько вариантов, и сегодня есть такая возможность из тех программ, которые у нас есть, показать на открытии самую лучшую. Изменится не только сам цирк, но и прилегающая территория. Здесь появится сквер с арт-объектами и фигурами озеленения. И он наверняка станет любимым местом отдыха взрослых и детей. Анна Московских, Александр Ермошенко. Новости. Красноярские эксперты оценили качество одежды для школьников. О первых результатах далее в выпуске. Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири». Музыка, традиции, обряды, мастер-классы. Погрузитесь в атмосферу большого праздника. Прямые трансляции 7, 8 и 9 июля на телеканале «Енисей». Жизнь открывает нам много возможностей. Путешествовать, работать и развиваться. Осуществлять мечты. А с кредитом наличными АТБ мечты исполняются быстро. Решение за 5 минут. До 700 тысяч рублей. Переплата всего 1% в месяц. Кредит – это просто. Мечтайте, а мы воплотим ваши мечты в реальность. Азиатско-тихоокеанский банк. АТБ. Все удобное, просто. Все виды лазерной коррекции зрения только в глазном центре на Никитина 1В. Включая новейшую технологию «Смайл». Цена – 12 тысяч рублей. Красота. Я тягула. Совсем обнаглели. Все, черепицей покрыли. Деньги девать некуда. Так это же андулин. Черепица «Андулин». Центр изоляции 2906-901. Сегодня специалисты Красноярского центра стандартизации проверили качество школьной одежды. Эксперты оценили сорочки для мальчиков и блузки для девочек российского и зарубежного производства. В красноярских магазинах закупили 7 образцов стоимостью от 500 до 1300 рублей. В первую очередь специалисты изучили внешний вид изделий, качество строчек и ткани, уровень обработки и отделки. Эксперты обнаружили несколько дефектов. Это кривые швы, пятна, несимметрично расположенные складки и концы воротничков. У одного из образцов и вовсе рукава оказались разной длины. Школьную форму также исследуют в лабораторных условиях. Специалисты проверят, насколько она безопасна для здоровья детей. Итоги объявят в начале августа. Мы сдадим лабораторию, где будут проверены изделия по показателям безопасности. Это устойчивость окраски, это индекс токсичности, содержание свободного формальдегида, гигроскопичность, воздухопроницаемость. Ну и, конечно, проверим состав. Тот, который заявлен на маркировке, соответствует ли он фактическому составу. Очень важным является состав, потому что он жестко регламентируется в зависимости от возраста ребенка. И тем более сорочка – это первый слой одежды, в общем-то, ну или второй слой. Первый обычно считается, она и называется сорочкой. А к нему достаточно жесткие требования по содержанию синтетических волокон. То есть там предпочтительнее всего хлопок. В Красноярске прошел точный экзамен. Так называется проект нашего телеканала. При поддержке Института повышения квалификации педагогов в крае технопарка «Кванториум» мы провели контрольную по математике для всех желающих. Кто пришел проверить свои знания и как они справились со специально разработанными для экзамена задачами, расскажет Дина Володина. Верно ли продавцы взвешивают товар в магазинах? Как чистит робот-пылесос и как рассчитать площадь своей будущей квартиры? Все это прикладная математика, без которой очень сложно каждому из нас в жизни. В столице края в воскресенье состоялся тотальный экзамен по математике. Задача проверить, умеют ли красноярцы считать. Друзья, приветствую вас на точном экзамене телеканала «Инициатива математики». Давайте только аплодируем, что вы пришли. Это очень здорово. Уходить наше время до минутки самообразования. Но, собственно, я думаю, что сегодня никто не сомневается в том, что математика старится новым. Экзамен было решено провести одновременно на двух площадках. На левом берегу в стенах детского технопарка «Кванториум». Несмотря на жаркий воскресный день, сюда пришло 50 человек. Это люди разных профессий и возрастов. Самая взрослая участница 67. Как выпускнику Института математики и фундаментальной информатики Сибирского федерального университета, я считаю, что математика всегда нужна, всегда важна и всегда пригождается. И ярким примером были те здания, которые сегодня представлены были в рамках контрольной, если можно так назвать. Мы регулярно с этим сталкиваемся, начиная с расчетов по электроэнергии, которые здесь были, заканчивая прикидкой того, что я могу купить себе в супермаркете, чтобы не выйти за регламентируемый бюджет. Существует какое-то мнение ошибочное, что если русский язык нам пригодится в жизни, то математика, ты закончил школу, и если ты не поступил на какую-то техническую точную профессию, специальность, то тебе математика не нужна. Но это ведь не так. Именно прикладная математика и стала основой нашего экзамена. Все задания были подобраны специально, как опровержение бытующего мнения. Эта наука в жизни бесполезна. Задания мы подбирали таким образом, чтобы это была математика для жизни, практикоориентированная математика. То есть задачи, те, которые могут встречаться нам в жизни на каждом шагу, они требуют базовых знаний по математике. И в принципе их решить может и школьник 9, 10, 11 класса, и выпускник школы, и студент, и даже те взрослые, которые кончили школу давно. На правобережье экзамен было решено провести в здании Аэрокосмического университета. Здесь большая часть пришедших на контрольную были молодые активные люди. Математика это царица всех наук, и я по образованию инженера в этом уверен, считаю абсолютно так. Да, было интересно, я боялся, что вообще ничего не напишу, потому что вот это вот когда, там было что-то, институт, школа там. Ну, задания в принципе, да, там надо подумать, но во всем можно разобраться. В общей сложности экзамен пришли написать 70 человек, из них максимальный балл набрали 9, с одной ошибкой 11. Это значит, что почти 30% решедших прекрасно разбираются в математике. Дина Володина, Денис Тимошенко. Новости. В Красноярском море прошли соревнования по парусному спорту среди взрослых и детей. Все подробности далее. Знакомьтесь с героем проекта «Наши дети». Я участвую во многих мероприятиях в качестве волонтера. Мне это интересно, мне это нравится. Я очень люблю театр, потому что на сцене можно прожить любую жизнь, независимо, как ты живешь в настоящей жизни. Можно воспользоваться любой ролью. Если бы у меня был бы шанс осуществить мечту в сию минуту, я бы пожелала, чтобы всех детей вылечили с санкозаболеваниями и не только. Новый этап проекта уже в августе на телеканале Енисей. При поддержке «Красцветмета». Теперь не осталось преград между вами и спутниковым телевидением. Подключайтесь к телекарте. До 30 сентября смотрите спутниковое ТВ бесплатно и получите пакеты «Амедиа премиум HD» «Детский» и «Тысяча и одна ночь» в подарок. Акция «Ах, лет». Подробности на сайте и по телефону. Телекарта. Смотри. Не переплачивай. В Красноярск прибежал российский «Форест Гамф». Так журналисты прозвали путешественника Александра Капера, который участвует в забеге из Москвы в Пекин. В пути спортсмен уже 121 день. За это время он преодолел больше 4,5 тысяч километров. Это половина дистанции. И по его словам, износил уже 6 пар кроссовок. Сопровождает Александра дом на колесах, который отъезжает вперед на 20 километров. И ждет его. В столице края он успел поучаствовать в ежегодном марафоне «Июльская жара», осмотрел объекты универсиады, а сегодня побывал на столбах. О пресс-конференции путешественник рассказал, что ему очень понравился Красноярск. У нас он чувствует себя как дома. А на вопрос, почему он решился на такой марафон, ответил, что он не ставит рекорды. Его главная цель – увидеть страну, укрепить дружбу между Россией и Китаем и сломать стереотип о русских. И за его путешествием следят в социальных сетях подписчики со всего мира. Показать, что мы, русские, умеем дружить, общаться, открыты всем людям, доброжелательны, очень спортивны – это задача номер один для меня. Наведение вот этих дружеских мостов не на уровне политики, общения, а вот на уровне спорта, взаимоотношения простых граждан. К нам очень много заходит подписчиков из Китая, люди общаются, им интересно просто, какие места мы пробегаем, где живем, с какими людьми встречаемся. Забег продлится 200 дней. Финишировать в Пекине спортсмен планирует 19 сентября. Кстати, он приглашает присоединиться к нему на разных участках дистанции всех желающих. Следить за его передвижением можно на сайте moskvapekin.rf. В следующем году Александр собирается повторить свой маршрут, но уже со съемочной группой из Праги. Они снимут большой фильм о российских городах и людях. Яхтсмены со всей Сибири встретились на Красноярском водохранилище в районе залива Шумиха. Там прошли соревнования на Кубок главы Девногорска и первенство края по парусному спорту. И впервые наравне со взрослыми за победу боролись и дети. Кто стал лучшим, расскажет Ольга Тишинина. За час до старта полный штиль, но спортсмены все равно готовятся к гонке. Александр спускает на воду свой американский тримаран. Этому паруснику на подводных крыльях уже 19 лет. Тогда такие делали не из легкого карбона, а из алюминия и пластика. Поэтому при слабом ветре, говорит яхтсмен, он просто не конкурент соперникам, слишком тяжелый. Хотя раньше бывало разгонял его до 70 км в час. У него очень хитрая технология стабилизации. То есть он не кренится, он идет всегда параллельно воде только. Благодаря этому можно развивать очень большие скорости. То есть рекорд этой лодки в Америке 77 км в час по воде. Но сейчас, конечно, в такую погоду мы не поднимемся на крыло. Тем более нас двое. Мы поболтаемся просто так. Как по заказу, погода изменилась. Налетели тучи и подул долгожданный ветер. В море вышли два десятка яхт. Причем впервые наравне со взрослыми на них соревнуются и дети. Некоторые экипажи были полностью детскими. Я думаю, что детям это запомнится реально на всю жизнь. Потому что когда они ходят на маленьких оптимистиках, мы видели квадратики, да, а тут, кстати, на крысовскую яхту. Когда вот эта динамика, когда эти огромные яхты вот сейчас стартуют, да, когда там удар будет, это не как на оптимисте, там повреждения, все. И они, думаю, вот прямо внутри у них сейчас все разрывается, то есть от эмоций. За победу борются больше 80 спортсменов из Красноярска, Демногорска, Железногорска, Бердска и Новосибирска. Задача участников – быстрее других пройти два круга. Валы и яхтсмены говорят – в парусном спорте, как в шахпатах. Нужно просчитывать действия соперников. Кстати, за нарушение правил спортсменам грозят штрафные очки и даже дисквалификация. Не обошлось без происшествий на этой гонке. И в полуборьбы две яхты не рассчитали дистанцию на воде. Две яхты столкнулись на наших глазах, мы все это зафиксировали в своих протоколах, постарались сфотографировать. Хотя фотография не является потом доказательством, но для нас это будет важно, чтобы разобраться в ситуации. Если гонщики подадут протест друг на друга, и будет создан протестовый комитет, заседание протестового комитета, эти факты нам понадобятся. Победители гонки выбрали в нескольких дисциплинах. Теперь лучшие яхтсмены среди детей 12 июля поедут в Новосибирск, где пройдет международный турнир. А затем в конце июля они отправятся в Таганрог и Севастополь на первенство России по парусному спорту. А красноярцы смогут понаблюдать за гонками на яхтах в августе. У нас пройдет Кубок России в олимпийском классе яхт «Фин». Ольга Тишинина, Андрей Панкратс, Новости. Телефон редакции новостей 236-0136, адрес интернете 3W-ENISEI-TV.